Это один из самых важных вопросов шейх. У каких шейхов и ученых вы учились? Среди шейхов, у которых я учился, есть те, с которыми я не расставался долгое время. Но также есть те, на собраниях которых я просидел определенное время, но не смог продолжить обучение у них. Из больших шейхов, уроки которых я посещал много раз, проявляя в этом постоянство, шейх Абдул-Азиз ибн Базда помилует его Всевышний Аллах и шейх Абдул-Айбн Дибриин. Что касается шейха Абдул-Азиза, то я был неразлучен с ним. Посещал его уроки на протяжении более 10 лет. А что касается шейха Абдул-Айбн Дибриина, то я посещал его уроки более 13 лет. Также я посещал уроки Абдуллаха Аль-Гудаяна «Да помиловать его Всевышний Аллах». Также посещал собрание шейха Салиха Аль-Фаузана. Также из тех шейхов, уроки которых я посещал с определенным постоянством, это наш шейх Абдуллах Ас-Саад «Да хранит его Аллах». Также я посещал некоторые уроки шейха Ибн Усеймина и полностью прочитал его книгу «Шарху л-Мубти». Еще до того, как ее напечатали, когда она была написана на листках в черновом варианте. Я прочитал эту его книгу «До помиловать его Всевышний Аллах». Также я учился у некоторых других шейхов, таких как, например, шейх Абдурахман Аль-Баррак, да хранит его Аллах. Посещал некоторые его собрания на одном из семинаров, когда он давал уроки по книге Аль-Акида Туль-Васатия. Я посещал уроки многих шейхов, также разные их собрания, встречи и семинары. Однако из тех, с кем я был неразлучен долгое время, это шейх Абдул-Азиз ибн Баз, да помилуйте его Аллах, и шейх Абдулла ибн Джибирин. Также среди тех шейхов, уроки которых я посещал, это шейх Абдулла Аль-Фантух, да помилуйте его Всевышний Аллах. Я неотлучно присутствовал на многих его уроках определенное время, да помилуйте его Аллах, где мы читали ему из Тафсира и из науки вероубеждения. Также шейх Абдулла Аль-Муса, у которого я учил вопросы наследства. Я даже не знаю, жив он сейчас, но я прошу Аллаха, чтобы он сохранил его, если он живой. Также я читал различные книги с многими шейхами. Это те шейхи, уроки которых я посещал. Хорошо, наш шейх. Братья очень часто спрашивают об этом, но я не знаю, была ли эта традиция распространенной в то время, когда вы приобретали знания. Однако они очень часто спрашивают, получал ли шейх какие-либо иджазы от других шейхов. Большинство иджаз я получил в науке хадиса. Подобно иджазе в книгах Ас-Сунан от шейха Абдул-Хакка ибн Абдул-Вакиля. Также я получил некоторые иджазы в науке хадиса от других ученых Мекки. Также от шейха Абдулла Ас-Саада, шейха Аджалана из Таифа, у которого я получил иджазу. Также я получил иджазу у одного из шейхов Индии, который находился в Мекке. То есть я получил много иджаз, но они меня не заботят. Однако это только разрешение на то, что определенный шейх позволяет тебе передавать его книги, которые он передает с их Иснадами. У меня много этих иджаз и от многих шейхов. В них мне дозволено передавать эти книги. Также я могу передавать эти иджазы другим, точно так же, как их передали мне. Хорошо. Вы упомянули, например, шейха Ибн Джибрина или других, таких, как шейх Абдул-Карим Аль-Худайр. Да, я посещал шейха Абдул-Карим Аль-Худайра, который был моим руководителем в моем исследовании, когда я учился в университете имама Мухаммада Ибн Сауда на отделении хадисоведения. Тогда я делал тахрич на 7 хадисов из книги Маджма'у аз-Заваид. И моим руководителем в этом исследовании был шейх Абдул-Карим Ибн Аль-Худайр, да окажет Аллах ему свое содействие. Хорошо. А дал ли кто-либо из шейхов для вас некоторые иджазы? Это не иджаза, это называется рекомендация. Мне дал рекомендацию шейх Абдул-Айбн Джибрина, да помилуй его Аллах. Также мне писал рекомендацию шейх Абдул-Карим Аль-Худайр. Также мне писал ее шейх Халид Руми, да помилуй его Аллах. Мне писали рекомендации некоторые шейхи, однако я не просил их об этом. Шейх Абдул-Ай и шейх Абдул-Карим написали мне ее для того, чтобы я смог продолжить учебу в магистратуре. А так, в общем, я не просил никого, чтобы они писали мне рекомендации. Шейх Абдул-Адова сдаст Аллах ему благом, когда я поговорил с ним, он написал мне рекомендацию для того, чтобы я смог продолжить учебу и поступить в магистратуру. Шейх Абдул-Карим Аль-Худайр написал мне рекомендацию на то, что я могу продолжить учебу, потому что он был моим руководителем в моем исследовании, а также шейх Халид Руми написал мне рекомендацию для того, чтобы я смог продолжить учебу. А что касается других шейхов, то если бы я попросил их...